Отличие административного правонарушения от преступления. В судебной практике существует два различных понятия, характеризующих тяжесть антиобщественного деяния, за которыми следует от или иной вид наказания – это административные и уголовные правонарушения. Довольно часто далекие от юриспруденции люди считают эти слова синонимами и даже тождественно равными по смыслу. Однако это вовсе не так и между двумя базовыми понятиями существует огромная разница. Презентация всех отличий между данными понятиями приведена ниже. Что такое правонарушение? Правонарушение можно охарактеризовать как противоправное деяние, направленное против личности имущества, а также подрывов установленных государством запретов и ограничений. Данные деяния не представляют собой опасность для общества, поэтому для их описания юристы часто используют термин «общественная вредность». Нарушение ПДД пешеходам. Таким образом, лица, совершающие правонарушения, не являются социально опасными элементами и не могут быть осуждены волнам смысле этого слова с изоляцией от общества через тюремное заключение на длительный срок. Все правонарушения являются административно наказуемыми и противозаконными действиями наказания за которые регламентируется КРФ и предоставляют собой достаточно мягкие меры дисциплинарного воздействия, таких как наложение денежного взыскания в виде штрафа с суммой, ограниченной тяжестью нарушаемой статьи Кодекса для водителей, должностных лиц, представителей индивидуального предпринимательства, различных сфер малого, среднего или крупного бизнеса, а также простых граждан. 1. Административный арест на срок до 15 суток за повторяющиеся нарушения и особо тяжкие статьи, требующие повышенных мер по пресечению незаконной активности 2. Исправительные работы до 150 часов, предназначенные прежде всего для лиц, посягающих на сохранность чужой частной или государственной собственности 3. Лишение права заниматься тем или иным видом деятельности за нарушения, совершенные при занятии данной деятельностью к данным мерам 3. Относится лишение водительского удостоверения, приостановка или отзыва лицензий на право осуществления того или иного вида деятельности 4. Дела, связанные с административным делопроизводством, при особой тяжести правонарушения могут быть переквалифицированы в уголовную плоскость и переименованное преступление. Административное наказание может быть применено в том числе и к несовершеннолетним после 14 лет. Поэтому даже подростковое и мелкое хулиганство подразумевает наложение дисциплинарных мер. Что такое преступление? Преступление в судебной практике определяется как общественно опасное деяние, наступление ответственности за которое обусловлено статьями Уголовного кодекса РФ и требует изоляции от общества лица его совершившего. Преступление кража. Обратите внимание, преступление всегда посягает на жизни и здоровье граждан, сохранность ценного имущества и целостность правовых устоев государства. По сравнению с КАА противоправные действия, описанные в УК, имеют гораздо более тяжкий характер внутри себя подразделяются на три основных степени тяжести. В случае отсутствия состава криминального деяния лицо либо освобождается от несения ответственности в соответствии с УК с дальнейшим признанием права на реабилитацию, либо статья реквалифицируется в административное правонарушение с вытекающими из нее дисциплинарными взысканиями. Уголовное правонарушение можно отличить от административного путем назначения минимального возраста подсудимого от 16 лет. Чем административное правонарушение отличается от преступления? Принципиальное отличие административного правонарушения от преступления в кратком изложении заключается в следующих признаках. В части посягательства на жизни и здоровье человека. В то время, когда для попадания под статью УК необходимо прямое воздействие на личность оппонента в части нанесения телесных повреждений, различной тяжести и других воздействий, вызывающих опасные для жизни ситуации, административные правонарушения подразумевают собой создание особых условий, при которых жизнедеятельность и нормальное функционирование организма человека ограничены, например, загрязнение атмосферы воды, неправильное ношение зарегистрированного оружия, вождение автомобиля в нетрезвом виде Д. Наложение штрафа сотрудникам ГИБДД, в случае воздействия на чужое имущество. В уголовной практике основными статьями, описывающими посягательства на непринадлежащий по закону обвиняемому лицу имущество, являются кража, грабеж, разбой или умышленная порча чужого имущества. Все они характеризуют антиобщественное деяние, связанное с завладением или уничтожением чужой собственности лицом, осознающим конечный результат действия и ставящего перед собой цель получить его. При рассмотрении похожих статей КА подобная цель не является причиной совершения правонарушения, а результат достигается в силу неосторожности, халатности или нарушения принятых норм по обеспечению безопасности. Для примера можно описать такие ситуации, как уничтожение имущества из-за неосторожного обращения с огнем или пренебрежения правилами перевозки грузов, повлекшие их уничтожение, оставление поста охраны, послужившие поводом к хищению чужого имущества третьими лицами и т. д. при посягательстве на принятые государством нормы общественного поведения. В уголовной практике преступлением считаются такие деяния, которые подрывают морально-правовые устой государства и являются общественно опасными деяниями. К данным статьям относятся экстремизм, публичный призыв к нарушению Конституции статей Гражданского и Уголовного кодексов о разжигании межрелигиозной, расовой или национальной вражды, что является очень серьезным преступлением против государства, за что в некоторых в странах вовсе подразумевается высшая мера наказания. В административном кодексе также имеется похожая статья, при нарушении которой прямое антиобщественное влияние на законы не может быть установлено, например, несанкционированную использование государственной символики. Приговор суда по уголовному делу. При вынесении наказания за административные правонарушения чаще всего все факты нарушения и доказательства по делу достаточно просты, что обязывает рассмотреть даже самый сложный процесс вредельный срок 3 месяца при передаче материалов в суд. В случае возбуждения уголовного дела за совершенное преступление перед вынесением приговора могут пройти годы, а в отдельных случаях десятки лет, так как вынесение наказания, связанного с лишением свободы на длительный срок, является несомненным ограничением конституционных прав человека, на что должны быть веские обуславливающие факторы, не допускающие ошибок несправедливого назначения наказания. Важно! Самая главная особенность различия между преступлением и правонарушением заключается в том, что за совершенный административный проступок в соответствии с КААП наказания может быть инициировано многими представителями правоохранительных органов, в частности ГИБДД МВД, Распотребнадзором МЧС, таможенными службами и прочими государственными ведомственными структурами, в том числе и судебными станциями. За совершенное же преступление ни один из перечисленных институтов по охране прав и свобод человека, собственности и государственных устоев не может назначить наказание, что приводит к тому, что любая личность может быть осуждена только по приговору суда при полном доказательстве вины подсудимого. Также разница между административным и уголовным правонарушением состоит в том, что в КААП прописаны относительно конкретные случаи противоправных деяний, при наступлении которых вина правонарушителя никогда не оспаривается и не имеет смягчающих факторов, то есть, либо нарушил закон, либо нет. Пределы производства в уголовной плоскости Некоторые статьи УК имеют смягчающие факторы, которые снижают срок тюремного заключения или вовсе заменяют его на условный. Так, например, умышленное убийство является терчайшим преступлением против человека, но в то же время непредумышленное лишение человека жизни при ненадлежащем уходе во время медицинского лечения или в состоянии аффекта, когда человек просто не мог себя контролировать в силу различных внешних факторов являются обстоятельствами, смягчающими вину подсудимого. Работа следователя над преступлением Вне зависимости от трактовки правонарушения по ДУК или КААП, они значат совершение антиобщественных деяний, за которые личность несет ответственность, и каждый человек в мире должен стремиться не нарушать законы, принятые в государстве, гражданином которого он является. Точка.